Оперативное совещание в правительстве в минувший понедельник было необычайно кратким и необычайно пустым по содержанию, так что мне стоило большого труда выудить хоть что-то интересное из того, что случилось в понедельник в Белом доме Башкортостана. В кратком вступлении к оперативному совещанию Ради Хабиров сообщил о том, что завершено строительство путепровода на монументе дружбы, и это действительно достижение для башкирских властей. Напомню, что началась эта история как какая-то совершенно безобразная выходка тогда еще министра транспорта и дорожного строительства господина Морзаева, который под Новый год учинил старт этих работ. Тогда никто не понял вообще, что случилось, то ли надо было срочно осваивать деньги, то ли что. При том, что сроки исполнения этих работ были чуть ли не до 2022 года, в итоге только титаническими усилиями правительства и отдельно взятых ее членов удалось каким-то образом загадочным сократить сроки строительства. Судя по всему, у нас в любой стройке и в любом проекте есть огромный потенциал оптимизации. Ну, в общем, как бы там ни было, развязку открыли на прошедшей неделе. Это, в общем-то, конечно, не может не радовать, потому что это была чрезвычайная проблема для тех, кто ездил из одной части города в другую, для тех, кто хотел попасть условно с телецентра на ту сторону, в сторону Зеленой Рощи и прочее, прочее. В общем, конечно, ладно, открыли и слава богу. Не знаю уж, во что там это все обошлось, но действительно свои обязательства Андрей Назаров в этом случае выполнил. Доклад по ситуации с ковидом делал в этот раз исполняющий обязанности министра здравоохранения Рахматуллин Азат Салаватович. И я про себя отмечаю, что что-то частенько стал у нас забелен уходить в отпуск, потому что, когда назначают в Рио, это значит, чиновник, руководитель ведомства ушел в официальный отпуск. Ну, уже вот буквально в последние полгода мы два-три раза видели этого в Рио, соответственно, вот такой вывод делаем. Собственно, господин Рахматуллин не рассказал нам особенно ничего интересного. Заболело у него 1,25% населения республики за весь период пандемии. Речь идет о заболевании ковидом. Рекордный прирост заболевших, 290 человек в сутки. И в сумме за выходные, минувшие субботы, воскресенье, заболело 570 человек. Также рекордная смертность отмечается от ковид-19. Очень немного осталось мест в больницах, а именно менее 14%. В общем, как-то это звучит все угрожающе. При этом всем господин Рахматуллин бодро отчитывается о том, что он уже вакцинировал примерно миллион граждан республики Башкортостан, а это уже фактически 25% населения. И тут у меня возникает такой простой и понятный вопрос. Как может ввязаться рост заболеваемости, причем рекордный рост заболеваемости, и смертности с уже 25% вакцинированных? Ну, по логике вещей, чем больше вакцинированных, при том, что 25%, это уже солидно. Тем меньше должна быть заболеваемость. Ну, это, наверное, закон природы. Ну, однако в Минздраве свои законы. Они, судя по всему, ничего общего ни с логикой, ни с закономерностью не имеют. Вот у них наоборот. Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Я не связываю это с тем, что вакцины провоцируют заболеваемость. Уже никто не отрицает то, что вакцинированные тоже болеют. Хотя начали свою агитацию наши чиновники от Минздрава именно с этого. Помнится, когда были заявления о том, что и вакцина вообще гарантирует то, что человек не заболеет. Сейчас, конечно, об этом никто не говорит. Сейчас говорят я о скромных сроках действия вакцины. Уже заговорили о том, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца. Честно говоря, репутация российской вакцины «Спутник» все больше и больше приобретает какой-то комический характер. Потому что, по сути, ни одна страна мира по-настоящему, кроме Сан-Марина, крошечного государства в центре Италии, не восприняла эту вакцину всерьез. Многие страны отказались от ее применения. Некоторые даже вернули закупленные объемы. Так что тут остается очень много вопросов по поводу «Спутника». Но у нас, по сути, никакой альтернативы нет, кроме каких-то вот этих вот новых реинкарнаций там всевозможных «Спутников Лайт» и прочее, прочее. Скоро, наверное, будет уже «Спутник» со вкусом ментола, апельсина или манго. Я не знаю, какие еще будут задумки. Ну, как говорится, то, что есть, то есть. Вторым стандартным вопросом оперативки был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Как обычно, первым выпустили господина Морзаева, который нам, как обычно, сообщил, что в Багдаде все спокойно, что 2322 дворника неустанно трудятся под его началом. Собственно, пожалуй, что мы уже не должны ждать от Морзаева вообще никакой информации по поводу ЖКХ. У меня все крепнет и крепнет. Ощущение того, что он, в принципе, не занимается этой отраслью, а занимается только тем самым пресловутым развязыванием финансовых узелков. Во что выливается это развязывание, нам доподлинно неизвестно. Мы видим, как уже много дней подряд течет водопроводная вода по улице Софьи Перовской. Никто этим не занимается. Но, однако, эти истории, конечно же, не попадают в сводки Морзаева. У него 3000 дворников. Морзаев трудится, все прекрасно, уборка территории. Время от времени он выезжает в отдаленные районы города Уфы, в основном в Сипаилово, чтобы пообниматься с восторженными согражданами. В этот раз Морзаев почему-то сидя катался на самокате по какой-то там тропе здоровья. Но вот эти вот перформансы его в спальных районах, это все, по-моему, чем он занимается в публичной сфере. Выступающий вслед за Морзаевым министр транспорта и дорожного строительства практически ничего не говорил о транспорте и дорожном строительстве. Он ни словом не обмолвился о том, как идет реконструкция улицы Комсомольской. Он ни словом не обмолвился о том, как идет реконструкция бульвара Ибрагимова. Я на прошедшей неделе прокатился и потому, и по этому направлению. Это, конечно, кошмар и ужас. Я не понимаю, как за оставшиеся две недели, чтобы выполнить планы, сроки, там что-то можно завершить. Потому что на Комсомольской действительно ощущение недавно завершившихся боевых действий. Нового асфальта практически не видно почти на протяжении всей этой улицы. Справа, слева ничего не обустроено. Стоят какие-то гигантские терриконы, куча песка, перемешанные с бордюрами. Это вообще кошмар. Я не понимаю вообще, как там люди живут. В смысле, как они перемещаются, пересекают эту транспортную артерию. Не лучше обстоят дела и на бульваре Ибрагимова, где просто кусками кладут асфальт, какими-то полосами, что очевидно нарушает технологию. То есть одну полосу, потом к ней пытаются пристыковать вторую. По центру ржавеют трамвайные рельсы, которые тоже каким-то образом укатывают в асфальт отдельными кусками. Ну, в общем, даже мнение специалистов, понятно, что это не технология. Это не 21 век в дорожном строительстве. Ну да ладно. Господин Булышев нам рассказал только о смертности на дорогах. Она у него растет. На данный момент уже плюс 14 погибших к результатам прошлого года. Напомню, что прошлый год был достаточно спокойным, хотя тоже превышал нормативы. Сейчас уже можно сделать прогноз, что в этом году смертность на дорогах Башкирии достигнет уровня 440-450 человек погибших. И это при условии, что не случится никаких крупных массовых аварий. И этот показатель примерно на 15% будет выше того порога, который был поставлен Разиим Хабировым и который рекомендовал достигнуть Владимир Путин. Впрочем, насколько мне известно, нормативы по травматизму смертности на дорогах Российской Федерации, ввиду их недостижимости, решили отодвинуть на много-много лет вперед. Теперь нулевая смертность у нас это ориентир 2030 года. Собственно, это то время, до которого, наверное, в статусе чиновников не доживет ни один из ныне существующих министров в Республике Башкортостан. Потому, наверное, особенно беспокоиться им не о чем. Главное, чтобы пронесло в конце года, чтобы никто не заметил, что вот у них такой провал. Завершил комплексный доклад, как обычно, господин Гумеров. Я, честно говоря, ожидал некого резюме по поводу лесных пожаров и того, что творилось последние две недели в Башкирии. Однако Фарид Рифович предпочел подать информацию в нейтральном виде. Сообщил о том, что из 30 лесных пожаров, возникших на прошедшей неделе, 10 все еще горят. Два человека погибло на пожарах, а гражданских пожаров возникло 179 за неделю. Пять человек у Фарид Рифовича утонуло в водоемах. И в подавляющем большинстве районов Республики Башкортостан введено чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация по причине засухи и неурожая. Я так понял, решили тему с пожарами, лесными пожарами, замять. Не звучат цифры площадей пожаров, не звучат цифры ущерба и прочее, прочее. Судя по всему, было выявлено то, что вопреки бодрым заявлениям господина Гумерова, сил и средств вовсе не хватает для того, чтобы справляться с такими вещами. А это, в общем-то, ответственность именно властей. Они должны обеспечивать подобные мероприятия. Уже по федеральным каналам упомянули Башкортостан как зону с достаточно тревожной ситуацией по лесным пожарам. Однако на оперативном совещании об этом говорить не сочли нужным. Равно как и не стали говорить о том, что, по некоторым данным, более 7,5 тысяч гектаров леса горело и горит в Республике Башкортостан. В общем, я так понял, решили на словах замять тему, если уж тушить не получается. Третьим вопросом оперативного совещания, как, собственно, и четвертым и пятым, были вопросы, которые были очевидно высосаны из пальца. Было ощущение того, что Хабирову вообще в принципе в этот понедельник было не о чем говорить со своим правительством. Ну, в общем, пришлось извлечь из сундуков темы. И вот третьей темой был доклад о текущих результатах и перспективных задачах особоэкономической зоны ОЛГА. Доклад делал Илшат Азаматович Тажидинов, ответственный за эту зону. Вообще, позволю себе немножко сделать одно отступление и порассуждать на тему вообще существования Тажидинова в нашем правительстве, целесообразности этого и причин того, что он до сих пор все еще оттуда не убран. Помните Карнашпан? Вот Карнашпан почему-то посеял у Хабирова представление о том, что Тажидинов большой мастер по привлечению в Башкирию каких-либо инвестиций, каких-либо предприятий. Однако привлечение Карнашпана было построено, на мой взгляд, на абсолютной заинтересованности братьев Тажидиновых. Началось все с земли, с места размещения самого Карнашпана. Был замечательный проект размещения этого предприятия в Мишкинском районе. Там была сырьевая база, там были транспортные все решения, железная дорога, дороги и прочее-прочее. Однако Тажидинов и его компания настояли на том, что Карнашпан должен стоять там, где он стоит сейчас, а именно практически в городе Уфе. Что само по себе странно, однако объяснением это было очень простое. Земля. Земля была выкуплена частными лицами у пайщиков тогда еще коллективных собственников этой земли. Впоследствии, сразу же после этого, была перепродана государственным и окологосударственным структурам с очень хорошей маржой и передана Карнашпану в аренду. Мы помним, что буквально неделю назад прошла новость о том, что суд принял решение о том, что теперь государство должно принудительно продать Карнашпану эту землю. Вот первая причина, почему Тажидинов вцепился в этот участок земли и почему именно там был построен Карнашпан. Вторая причина, это брат, родной брат господина Тажидинова, который был одним из главнейших, первейших и важнейших подрядчиков по подготовке площадки и строительству завода Карнашпан. Складывается картина того, что оба брата Тажидинова и Илшат Инур были кровным образом заинтересованы в строительстве этого завода. Собственно, для меня вот в этом кроется причина того усердия, которое было предпринято Илшатом Азаматовичем, для того, чтобы завод Карнашпан дымил на окраине города Уфы и вызывал столько много проблем и противоречий. Почему-то именно эта история дала понимание Хабирову в том, что именно Тажидинов человек способный к привлечению всевозможных инвесторов и прочего и прочего на территорию республики. И именно Тажидинову поручили заниматься вот этой особой экономической зоной Алга, которая, к слову сказать, была зарегистрирована чуть больше года назад, 27 мая 2020 года. И этому предшествовал длинный период, когда нам морочили голову этой экономической зоны, при том, что она не существовала. С большим трудом и большим опозданием экономическая зона была зарегистрирована в Минэкономразвитии Российской Федерации. Там были большие проблемы с подачей документов. На это никто не обращал внимания, собственно. Дальше Тажидинов начал дело развивать. И вот теперь он отчитывается о том, что он сделал там за год и там 4 месяца работы. Ну, собственно, Тажидинов героически вложил 312 миллионов бюджетных денег в эту особую экономическую зону, при том, что он утверждает, что инвесторы на данный момент инвестировали еще 484 миллиона. То есть на рубль бюджетных денег Тажидинов привлек едва ли 1 рубль и 15 копеек инвестиций, что, прямо скажем, не блестящий результат. Создано аж целых 54 рабочих места. Илшат Азаматович кого хотел напугать этой цифрой, я не понимаю. Он утверждает, что у него там 9 резидентов, то есть 9 инвесторов, которые вложили вот эти 484 миллиона рублей. И в августе, до конца августа, Илшат Азаматович уверяет, что будет еще один резидент. Я не буду говорить о тех планах, которые существуют у Тажидинова. Они, на мой взгляд, абсолютно недостижимы, по крайней мере, по сравнению с тем, что он достиг за год и 4 месяца. Отмечу, что только 18% площадей, которые уже очерчены как территория вот этой особой экономической зоны, отданы реальным инвесторам. То есть меньше пятой части удалось раздать Тажидинову инвесторам. То, что он планирует там открыть, это, конечно, отдельная история. Это и производство высокомолекулярного полиэтилена. Это и производство солнечных батарей и панелей. Это и производство поворотных опор для солнечных батарей и панелей. Переработка СОЯ. Всевозможные сложные пластиковые составы, которые, кстати говоря, будут использоваться для дорожной разметки. И, видимо, в этом кроется крах дорожной разметки в Башкортостане, в том, что Илшат Азаматович так и не запустил производство вот этих составов. Планов громадью, однако, надо отметить, что ни одно предприятие на данный момент в особой экономической зоне Алга не работает. Они все собираются работать. Особые надежды Илшат Азаматович и Радифаритович вместе на пару возлагают на некое швейное производство, которое там откроется и которое привлечет, создаст 800 рабочих мест. Довольно странно, на самом деле, рассчитывать на швейное производство. В России давно известно, что Юго-Восточная Азия непобедима по части и навыков, и себестоимости производства одежды. Все мировые производители отшиваются именно в Юго-Восточной Азии. Это и Таиланд, это и Китай, это и Вьетнам, Малайзия и так далее. Мало кто шьет у себя, соответственно, не потому что они идиоты или не потому что они лентяи, а потому что экономически целесообразно шить там. Ну вот у Илшата Азаматовича все наоборот и так далее. Ну вообще, вот эти все особые экономические зоны, это всегда признак бедствия, экономического бедствия. В том смысле, что та территория, на которой ничего не получается и куда не хочет приходить инвестор, вынуждена создавать для инвестора какие-то супер привлекательные условия, снижать налоги, обустраивать за свой счет инфраструктуру и прочее, прочее, лишь бы заманить на территорию инвестора. А инвестор, он, как известно, существо пугливое, с очень большой осторожностью куда-то перемещается и куда-то вкладывает свои деньги, потому что любой здравомыслящий инвестор понимает, что вложив существенные суммы, условно говоря, от одного миллиарда рублей, получить, вытащить их обратно оперативно и быстро практически невозможно. То есть, если всадить этот миллиард или больше в республику Башкортостан, то вернуть их будет очень трудно. И повторюсь, любая экономическая зона, особая экономическая зона, это принцип бедственного положения экономики, а вовсе не ее достижение. Потому что туда, где инвестиции привлекательны, где они хорошо защищены государством, где существует экономическая сырьевая база, где существуют трудовые ресурсы, туда инвестор и сам придет, он еще и приплатит, потому что он понимает свою выгоду. А вот там, где нет сотрудников, где нет инфраструктуры, где нет хорошего потребления, вот там приходится создавать особые экономические зоны. Вот это надо точно понимать. Но вернемся к докладу Тажетдинова. Хабиров рассеянно выслушал Илшата Азаматовича и очень странно отреагировал дословно так. Все понятно, все обстоятельно, соберитесь там в правительстве, обсудите сроки и двигайтесь дальше. Конец цитаты. Ну, единственное, что внятно уловил Хабиров из доклада Тажетдинова, что ожидаемые инвесторы не пришли и ожидаемые сроки исполнения задач не случились. Вот это на самом деле Хабирова обеспокоило. И он довольно-таки конкретно пояснил, что его беспокоит именно реализация самого проекта. Дословно это звучало так. Нам нужно очень быстро показать свою эффективность в освоении особой экономической зоны. Потому что мы попросили уже Путина о поддержке научного центра. А нас могут спросить за то, что мы алгу не развили. Конец цитаты. Опасения Хабирова совершенно понятны. В Москве, по-моему, всем уже ясно, что ничего кроме салютов у Хабирова и его команды удачно не получается. Потому все с меньшим и меньшим энтузиазмом выделяются деньги на какие-то проекты в Башкирии. Безусловно, в Москве и в Минэкономразвитии, и в прочих ведомствах хотят видеть хоть какого-нибудь результата от прежних проектов, прежде чем начать финансировать следующие. А Хабирову нужно все больше и больше денег. А денег все не дают и не дают. Вот он с трудом выцарапал какие-то обещания по поводу 450-летия Уфы. Хотя не факт, что в этот раз не получится так же, как получилось с Шоссенбриксом. Помните, да, тоже деньги были обещаны. Были истрачены внутренние ресурсы города и республики. Но деньги так и не были перечислены из федерального центра. И в итоге мы получили конфликт между бюджетом города и республикой, между мэром Уфы Елаловым и Хамитовым, на тот момент руководителем республики. Как бы то же самое не случилось с 450-летием Уфы. В общем, Хабиров обеспокоен, уже начинает беспокоиться за нереализацию ранее заявленных проектов. И в этом случае особая экономическая зона Алга не исключение. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад о газификации республики Башкортостан. Докладчиком был Лукманов Альберт Рауфович, руководитель Газпром-межрегионгаз Уфа и Газпром-газораспределения. Собственно, доклад этот из того же разряда можно было бы и не делать. Но его необходимость была вызвана тем, что Владимир Путин обсуждал вопрос газификации, в том числе публично, с этими поддельными рабочими завода по производству белого цемента. И тогда как раз прозвучала история о том, что газификация важна, нужно провести газ во все дальние деревни. Ну, собственно, это один из предвыборных проектов Единой России и власти в России в целом. 20 лет мы газифицируем интенсивно территорию Российской Федерации, 20 лет мы не можем достигнуть там не то чтобы полной, а хотя бы половины. Ну, в общем, зато это очень удачная тема насчет поговорить. Каждый раз перед выборами Владимир Путин немножко нагибает естественные монополии и демонстративно заставляет их раскошелиться. В этот раз он заставил Газпром бесплатно подводить газ до границ участков потребителей. Ну, собственно, так делают во всем мире, но у нас это делается с особой помпой, как некое благо, которое дарует добрый царь неразумному населению. И вот в Башкирии тоже не исключение, у нас началась программа так называемой догазификации. То есть газификацию мы закончили, мы теперь догазификацию. То есть власти не могут сознаться в том, что у них что-то не получилось. Они будут утверждать, что газификация у них получилась, но теперь будет догазификация. Это такая лицемерная игра словами. Собственно, сейчас все нахмурят брови, расскажут, как целые там 500 или 800 домов они снова газифицировали, при том, что нужно газифицировать многие тысячи потребителей. Конечно же, не получат газа те, кто находится довольно-таки или сильно далеко от этих магистралей газовых. Найдутся причины, найдутся основания для этого, но зато пиар-акция пройдет с помпой и с шумом. Повторюсь, только потому, что Путин заговорил о газификации на открытии завода, поэтому Хабиров был вынужден сейчас опять об этом говорить на оперативном совещании. Ну и вовсе меня уж поразила тема пятого доклада этого оперативного совещания. Не смейтесь, пожалуйста, он был о результатах ЕГЭ. Я, честно говоря, стал копаться в памяти, подумал, может быть, я что-то путаю, но нет, действительно, вообще-то единый государственный экзамен у нас проходит весной, а сейчас уже на носу осень, и мы почему-то заговорили о результатах ЕГЭ. Из пыльного сундука извлекли давно невидимого нами министра образования Хажина Айбулата Вакиловича. Он доложил о том, что 17 тысяч выпускников школы в этом году сдали ЕГЭ. Меня поразило, на самом деле, то, что в этом году не проводился ЕГЭ по базовой математике. Мы эдак скоро точно будем предполагать, что земля плоская и держится на трех китах. Если даже базовая математика теперь совсем не нужна школьникам, ну вот это просто пугающая история. 109 человек в Башкирии стали стобальниками, и из них только 36, то есть только треть осталось учиться в вузах Башкортостана. Две трети лучших школьников в Башкирии уехали из Башкирии, и, судя по всему, никогда в нее не вернутся. Именно этим 36 оставшимся хабиров с барского плеча бросил по 150 тысяч премии, несмотря на то, что изначально обещал стипендию. Ну, в общем, как-то вот так. Далее говорили долго о бюджетных местах. Бюджетных мест у нас 22 662. Это в 90 средних учебных заведениях и 4 вузах Башкирии. При этом, что только в вузах Башкирии учатся 97 тысяч человек. Несмотря на то, что натужно власти докладывают, рапортуют об увеличении количества бюджетных мест, честно говоря, ощущение такое не складывается. Если их количество увеличивается, то очень незначительно. В общем и целом, тенденция в высшем образовании России это тенденция к тому, что все образование будет очень платным. Причем здесь ключевое слово «очень». Обучение в вузах России и даже в некоторых вузах Башкирии по цене сравнялось с многими европейскими вузами. А в некоторых странах Европы образование идет другим путем и становится бесплатным. Например, в Германии и в Чехии высшее образование бесплатно для всех, включая иностранцев. Вот это поразительный факт у нас. Оно все более и более платное. То есть есть еще такой нюанс, что самые востребованные специальности вообще иногда не имеют бюджетных мест. В общем и целом, конечно, картинка складывается печальная. Она во многом, конечно, путь в никуда и путь в тупик. Цивилизованный мир понимает, что образование – это спасение для общества, это путь к прогрессу и развитию. А не цивилизованное общество, я имею в виду, такие страны, как Россия, это страны, которые будут идти путем удорожания высшего образования и превращения его в некий элитный атрибут. Соответственно, те, кто способны и могут, будут терять доступ к высшему образованию, а получат его только те, кому посчастливо с каким-то образом обогатиться. Обогатиться в этой стране в ближайшее время посчастливится только чиновникам военным и сотрудникам спецслужб. Соответственно, вот вам круг тех людей, чьи дети будут иметь доступ к высшему образованию. Ну, честно говоря, это правда тупиковая ветвь развития. Я не знаю, чем там думают наши правители, но, к сожалению, картинка вот такова. Редактор субтитров А.Семкин